Не все герои носят плащи. Некоторые выражены ручками, ежедневниками и фотоаппаратами. Корреспонденты ежедневно в поиске свежих и интересных новостей. Благодаря их труду и самоотверженности газеты «Бобруйское житё» празднуют свой 106-й день рождения. А телеканал «Бобруйск-367». На плечах журналистов информационная повестка дня не только города, но и страны, мира. Акцент на самых важных и резонансных темах, которые волнуют всех и каждого. У руля молодой перспективный руководитель. На самом деле руководить таким большим предприятием – это большая гордость и такая же ответственность. Потому что очень важно, чтобы та история, которая была заложена, та база в это предприятие, это изначально была газета «Бобруйское житё», чтобы эта история продолжалась. Но очень важно все-таки помнить о том, что у нас еще есть новые площадки, и их мы тоже развиваем. Я хочу поблагодарить нашу команду профессионалов за работу, которую они делают, потому что это ежедневный труд, не с 8 до 5, а практически 2-4 на 7. Поэтому спасибо каждому. И впереди у нас очень много работы, и только в добрый путь. Вот уже больше века жители города могут узнавать самые свежие новости благодаря тем, кто ежедневно отдает ремеслу всего себя. Среди настоящих профи – ведущий корреспондент, экс-главный редактор Александр Казак. Тексты мастера узнаваемы с первых строк. Одни из излюбленных у читателей рубрик «Параллели», «Ретроспектива качества», «Беларусь помнит» и многие другие. Как показало время, наша газета тоже выдерживала и борьбу в самые различные периоды истории нашей страны. И вот дожила до 106 лет. Я, конечно, горд тем, что успел застать настоящих бобруйских мастеров слово. Корреспонденты информагентства – это универсальные бойцы, способные трудиться на любой из площадок, написать заметку в газету, выйти в прямой эфир на радио, снять сюжет на телевидении. При информагентстве совместно с Центром дополнительного образования детей и молодежи действует школа блогеров «Осминог». Как-то так сложилась судьба, что меня очень заинтересовала эта сфера. И когда я впервые очутилась здесь, я поняла, что очень хочу здесь работать, потому что именно эта сфера, именно вот это место информационное агентство были близки мне тем, что здесь работают очень хорошие люди, большая сплоченная команда, которая тоже может и научить чему-то, и направить в каких-то аспектах. Семь лет назад, 28 ноября, берет свой старт телеканал «Бобруйск-360». Мнение, аналитика, ток-шоу, актуальные интервью и развлекательные программы стали доступны жителям всего региона на современной платформе. Константин Шевцов, именно из-под его рук, ежедневно выходит в эфир новости, еженедельно «Итоги недели». И еще масса самых разных проектов. Малоизвестная широкой массе профессия инженер-монтажа, ловкость рук и никакого мошенничества. Виртузное владение профессиональной программой, мастерское исполнение любых задач, умение быстро и качественно принимать решения. Это своего рода борт-инженер самолета. Вообще изначально это все задумывалось очень давно, телевидение. И пришел я в эту организацию, когда телевидения в помине не было. Но потихоньку это начало развиваться. И вот имеем то, что имеем. И телевидение, и радио, и целый медиаход. Шанс на миллион. Максим Калинин стал честью большого дела чуть больше года назад. Сразу после срочной службы. Пришел в профессию оператором. Под крылом опытных коллег молодой парень быстро освоил матчасть. На своем месте Юлия Вернер могла бы сказать, что попала на ТВ случайно. Но, как известно, все случайности не случайны. Переводчик-референт по профессии не испугалась кастингов и пришла осенью 23-го попробовать себя в качестве ведущего информационных программ на «Зифер-ФМ». Оперативно освоив новостной жанр радио, девушка рискнула и не прогадала. Уже спустя три месяца Юлия Вернер наравне с другими журналистами, держа в руках микрофон, работала корреспондентом «Бобруск-360». Это было достаточно интересно. Я вообще не представляла, что такое журналистика, потому что я-то переводчик на самом деле, и журналистика и я – это две разные вселенные были. Но со временем я училась, узнавала что-то новое, и это интересно. Любовь с первого взгляда, светская львица снаружи, княжный червь внутри. Лизавета Липеева официально второй год ведущий корреспондент «Бобруск-360». Но это лишь формальность. Девушка с телеканалом все семь лет. С самого первого эфира тогда еще школьница Лиза с замиранием сердца ловила каждый выпуск новостей. Именно 24-я кнопка на зала осуществила мечту скромной, но очень амбициозной девушки – работа на телевидении. Порой бывает очень-очень трудно, но когда ты получаешь готовый продукт, это текст, на который накладывается картинка, это интересные комментарии людей, это просто какие-то невероятные чувства, когда ты понимаешь, что ты сам сделал этот проект. Всегда ваш «Бобруск-360». Сегодня, спустя семь лет эфиров, телеканал также громко вещает на всю Могилевскую область. Небольшой, но слаженный коллектив делает 11 проектов. Новости, итоги недели, сирена, политический курс, мой выбор, зуммер онлайн, старый город. В этом месяце на экраны вернулись полюбившиеся проекты «Бобруск-лайф» и под острым соусом, но уже в совершенно ином формате. Хозяйкой телевизионной кухни стала блогер Алена Мещихина. Коктейль эстетических блюд и интересная беседа со знаменитыми людьми под самым острым соусом каждую субботу в 16-15. С теплотой встречает гостей популярно не только в городе. Ведущий Виталий Гаврусев, спикеры, звездного журналиста, люди, которым есть что рассказать. Вкусную картинку разбавляет интерьер одного из самых небезызвестных заведений города. Вторник, 20.45, не пропустите. Кристина Риянц, Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Роман Костюков, Елизавета Житкова, Мария Бересневич, Константин Шевцов, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск-360.